Всем привет! Вы с Олегом Соскиным. Сегодня 30 апреля 2023 год. Всем спасибо за поздравления, с днём рождения. Очень приятно, что помнят. Ну, плюс, конечно, теперь информационные системы тоже всем напоминают, с кем мы друзья. И это десятки тысяч, с кем так или иначе входишь в контакты через разные элементы соцсистем, социальных сетей и так далее, и так далее. Интернет – величайшее, конечно, дело. Но это седьмой технологический, экономический уклад. Он будет набирать всё больше и больше размах. Да, конечно, много лет прожито, много всего сделано, много интересного, всякого. Ну, что ж, всё течёт, всё меняется. Поэтому, как говорится, спасибо всем и спасибо Господу Богу, Иисусу Христу нашему, Троице, Деве Марии, всем силам небесным. Поэтому будем стараться, как говорится, действовать так и дальше. Всем вместе. И самое важное, конечно, в это всё-таки пасхальное время, когда Иисус Христос с нами, чтобы было поменьше тёмного, какие-то всё-таки были проблески хорошего, светлого. И чтобы тёмное время как можно быстрее уходило, тем более с территории многострадальной Украины, которая ведёт тяжелейшую. Я никогда не думал, что такое будет, что будет когда-нибудь мой день рождения во время геноцидной этой тяжелейшей войны и прошлой, а теперь ещё и нынешняя. То есть уже второй день рождения, вот такая фактически полоса чёрная в Украине. Ну что ж, всё-таки Бог видит всё это. И я думаю, что Русь, Украина должна выстоять в этой тяжелейшей битве с этими каннибалами. Ну и давайте же проанализируем, какая же ситуация. В Украине всё идёт своим чередом трагическим. Война продолжается, украинцы гибнут, получают ранения. То есть никакого позитива нигде нет. Зеленский обещает наступление, сравнивает войну с Российской Федерацией с пирогом, который сразу съесть нельзя, надо резать по кусочке. Что-то такое. Какое-то сравнение безумно непонятное. Уже от этого пирога сотни тысяч в Украине убиты и ранены. Поэтому какой-то такой смертельный пирог получается. Что-то у него в голове, конечно, какие-то ассоциации странные возникают. Что-то он становится на Яценюка похожим. Тут тоже всё говорил. Куля в лоб, да куля в лоб. Там теперь за свои, там борется за что-то, за что он борется. Тоже никто не понимает. То в одну сторону бросается, то в другую. Гордон с этим, как его, с Портниковым, его в этом деле поддерживают. Надо что-то Зеленскому осторожней быть. А то там тоже Яценюк. То с зелёнкой там, то ли его облили, то ли он. С морковкой, то ли тоже ему совали, то не совали. То он кричал куля в лоб, то куля в лоб. Кто его герой наш Лехбарна выносил, так сказать, между ног брал, выносил его с трибуны Верховного Совета. Всё такое какое-то. Зеленскому надо изучать историю политическую Украины, чтобы не вляпаться куда-нибудь, как Яценюк вляпался. Я так думаю. Может, я ошибаюсь, конечно. Так вот, начал про пирог какой-то он говорить, что-то странное. Но уже видно, что и Таймс сейчас дала статью, что вот уже Украина должна по-любому наступать. Но вместе с тем, такие всякие высказываются осторожные и пессимистические. Ну, не такие прогнозы разные, что наступать то надо, но чтобы сказать, что есть с чем-то, вроде как и не так просто. Плюс московиты, конечно, подготовились очень серьезно к этому наступлению. Но всякое может быть. То есть понятно, что пробивать надо три линии. И где, как, что можем говорить. Можем говорить следующее, что если про войну говорить. То есть есть фронт, есть как бы линия, которую надо пробивать. То есть надо ли наступать. Контур наступления. Да, оно должно быть. Оно должно быть. И оно произойдет. Анализировать, где будет наступать, как будут наступать, это нет смысла. Потому что в конце концов есть Генштаб Украины, есть Зеленский пока главный военкомандующий. Есть Залужный там. Есть вставка военного командования. Ну, вот они должны этим заниматься. Хотя у меня есть свои видения и так далее. Ну, я не считаю, что это надо, так сказать, его излагать. Если генерально говорить, да. Будет ли наступать, контрнаступление. Да, оно обязано быть. Потому что Зеленский и Украина должны показать результативность этих инвестиций. Которые есть такой принцип инвестиций, которые вкладывают другая сторона или другие стороны. И надо показать их результативность. Вот эти инвестиции военные были вложены. Теперь надо, чтобы тот, кто их получил, реципиент, он должен показать, как же он ими воспользовался. Это важно. Второе. Будет ли оно успешным или неуспешным? Не могу вам сказать. Не могу, потому что сказать, что оно будет успешным, это будет не соответствовать моим воззрениям. Сказать, что оно будет неуспешным. Я не хочу, потому что надеюсь, что оно все-таки каким-то будет позитивом. Следующий момент. Удастся ли что-либо генерально достигнуть? Я думаю, что это последнее наступление в этом году так точно. А дальше Украина должна будет садиться за стол переговоров. Потому что западные страны, западные и США, и европейские страны, они не будут поддерживать больше Украину в том объеме, в котором поддерживали. Ну, последнее заявление, например, президента Литвы, где будет заседание НАТО, глав, он заявил, что Украину не примут в НАТО. Просто он думает, что будет какой-то план. Пока идет война, Украину в НАТО принять нельзя. Вот его прямая речь. То есть, уже даже балтийские страны, по сути, отказались от того, чтобы Украина вступала в НАТО. То есть, я не знаю, что это невозможно. То есть, есть позиция уже НАТО, что Украину не примут. Это важно. Это важно понимать. А для всех украинцев, то есть, надо выбросить с головы вот эту иллюзию, этот фантазм, эту эйфорию, что куда-то примут. Никуда не примут. Это делаем вывод. Он говорит, что нужен план и так далее. Так, в 2008 году тоже Меркель говорила, и этот президент Франции говорил, что Италия, там все, надо план, вот все, примем когда-то. Ну, прошло уже. 18% территории потеряли, мембершип не дали, ничего не дали. НАТО предала, Меркель предала. Сейчас она рассказывает, какая она могучая была. Ей дают награды и так далее. Вот и все. Поэтому не надо, так сказать, думать, что сейчас что-то изменится. Своя рубашка НАТОвская им ближе к телу. Им Украина в этом плане не нужна. Третий важный момент. Надо понимать, что Украина финансово-экономически очень находится в сложном положении. Очень сложном положении. И вырваться из него она не может. Ну и четвертое. Мы должны с вами понимать, что пока авиационной мощи и ракет для того, чтобы наступать, нет. Вот я бы вам такой вывод сделал перед маем. Ну и погода. Дожди, похолодания и все прочее. То есть месяц пока не готовый Украина к наступлению. Продолжение следует.